Практическая психология Да, это называется профайлинг Вообще мне очень нравится заниматься психологией Но это не секрет Все об этом знают И одно из направлений, которое мне нравится заниматься Это психология в бизнесе Как-то однажды я встретилась с одним человеком Который относит себя к бизнес-сообществу И он сказал, что бизнесмены никогда Не будут обращаться к психологам Это для них неинтересно На самом же деле я столкнулась с тем, что Психологи интересны бизнесменам И интересны именно С практической точки зрения В использовании в своей сфере деятельности Мне нравится этим заниматься И то, о чем мы будем сегодня говорить Это относится к профайлингу То есть, в принципе Когда у человека возникает потребность Посмотреть в социальной сети Своего, например, коллеги, партнера Еще что-то Когда это возникает? На первом месте я бы хотела сказать Что очень часто сейчас к этому Обращаются HR То есть, в том числе В рекрутинге При наборе сотрудников Понятно, что когда человек приходит на собеседование Он преподносит себя с лучшей стороны То есть резюме, где там все написано Все там будет все красиво Причем сейчас же можно все это взять Уже шаблон готовый Да, готовые шаблоны Можно все почитать В различных поисковых системах И, соответственно, они готовятся И приходят и показывают себя С той стороны, с которой понимают Что вот, наверное, от меня это ждут И поэтому... Такая социально одобряемая, да? Все абсолютно Там все подбирается Когда мы обращаемся к соцсетям Мы тоже должны это учитывать Что все-таки человек, когда ведет страницу в соцсетях Он тоже старается преподнести себя С той стороны, с которой он хотел бы себя показать Хотя, с точки зрения психологии Мы должны понимать, что Человек с какой-то своей колокольней Подбирает те фотографии, которые туда выставляет Например, импульсивно поддается настроению Да Или какие-то с моей душевью Настроению, какому-то движению Посты, которые он выкладывает Или которые репостит Вот эти всякие сообщения Ник, который его там характеризует То есть все это в совокупности Можно составить хороший такой психологический Истинный портрет о человеке О хозяине вот этой страницы соцсети Причем, вот мы сейчас обязательно Подробно по каждому пункту остановимся Потому что, когда я смотрела И читала ваши статьи Для меня это было действительно Очень увлекательно и интересно И я для себя много что открыла Это так здорово Итак, надеюсь, что вы сейчас готовы Ну, во-первых, каждому хотелось бы сразу же Пока мы еще вам не раскрыли все эти карты Задайте себе вопрос А какой я в социальных сетях Вот я специально сегодня готовюсь к программе Я вот так просмотрела Двухгодовалый вот эту свою ленту И подумала Ну, наверное, у людей сложилось впечатление Что я такая любящая там мама, жена Что я думающая, развивающаяся И в то же время слегка авантюристка Потому что мне свойственно Какие-то там приключения Которые, например, опять-таки видно по фотографиям Там где-то горы, моря Где-то там еще какие-то леса и озера И я, конечно, открыта с точки зрения Что я пишу то, что я чувствую Это мое было впечатление Я думаю, что тот человек, который, например, Будет смотреть мои странички У него может сложиться совсем другое впечатление Я, кстати, потом вас обязательно спрошу Уже за микрофоном А какая я в социальных сетях Мне это тоже очень интересно Итак, с чего начнем? Вы заходите, например, да У вас работодатель просит Давайте-ка мы посмотрим вот этого человека И что вы можете нам о нем сказать На что вы обращаете внимание в первую очередь? В первую очередь это фотографии Даже не столько на аватарку мы смотрим Сколько вообще те фотографии, которые В общем доступе Есть в альбомах Да, есть в альбомах Причем они находятся в общем доступе Они не для какого-то там ограниченного круга людей Они не закрыты, эти альбомы Они открыты И, соответственно, мы смотрим на фотографии И на превалирующее, скажем, число тех фотографий Которые могут характеризовать конкретного человека Ну вот, если мы сразу перейдем Надежда на вас То там у вас очень много фотографий с детьми Много очень детей, если вот про это говорить Мы сейчас пока вот это оставим под злоком вопроса Да, но вот если уж об этом начали говорить Соответственно, первое, на что обращаю внимание Это сколько фотографий И насколько они разнообразны Если у человека фотографий очень много Они разнообразны С большим количеством людей Каких-то праздников Каких-то там действий Это значит, что человек, во-первых, он экстраверт Он открыт Ему хочется показывать Все выносить на показ Это с одной стороны Это все понятно Да, мы и так понимаем Ну я так живу Я чем живу, я вам и показываю Но есть другая сторона О которой мало кто догадывается Чаще всего человек очень много выкладывает фотографий С большим количеством людей И каких-то там действий Это чаще всего таким образом Он маскирует какую-то пустоту Либо какую-то психологическую проблему То есть она точно есть И пустота точно есть Ну тут самое главное В принципе, жизнь такая какая-то у меня Например, как я себя чувствую Например, ущербная Но когда у меня возникает Вот эта возможность показать Что я в принципе Вот смотрите, ребята Я такой активный Столько у меня жизни Поэтому я начинаю фотографировать это И выкладывать хотя бы Доказать самой себе Или там самому себе О том, что Слушайте, вообще жизнь-то интересная штука Да, и нередко это бывает Связано с пустотой в личной жизни Но я не скажу, что всегда Но бывает такое Когда начинаешь выяснять Что там, да, есть проблемы Либо есть проблемы Собственной какой-то нереализации То есть не смог реализоваться В какой-то сфере И таким образом компенсирует Вот, ну Вот, можно сказать Отвлекает внимание тем Что так-то я очень активен У меня так много Жизнь прямо пьет ключом На самом деле То есть фотографий много И там много всего происходит Но это мы сейчас говорим О тех фотографиях Где всегда присутствует сам Человек Да, человек То есть хозяин Вот этой страницы в соцсетях Потому что бывают Другие фотографии Когда человек выкладывает Просто какие-то событийные фотографии Был на концерте Выкладывает просто концерт А его там нет Он просто сообщает Что он там был Это мы не относим к этому Мы смотрим именно те фотографии Где он фотографируется И с кем он фотографируется И как много этих фотографий Я сейчас про это говорю Следующий момент На который бы я хотела Обратить внимание Это когда Человек начинает Выкладывать много фотографий С различных мест отдыха С различных Ну, много очень экстремальных Видов спорта Вот я с парашютом прыгаю Вот я там Тут я с парашютом Тут я на водных лыжах Там я, ну, не знаю Там на сноуборде Где-то там спускаюсь С какой-то вершины горы Чем больше вот таких фотографий Именно с отдыха И экстремальных фотографий Здесь мы всегда учитываем Ну да, человек активен Но здесь необходимо помнить о том Что этот человек Он Ну, не нужно ожидать от него Что он будет Выполнять какую-то рутинную работу Будет делать что-то очень детально Вдумчиво Кропотливо Кропотливо Это чаще всего люди поверхностные Они, можно сказать Так, все хватает по верхушкам Им важно вот Ну, только продемонстрировать себя И все То есть это, ну, если нужно Нужен человек в таком виде деятельности Где нужно сделать просто все очень быстро И красиво Пожалуйста Если нужно сделать все детально Вдумчиво Кропотливо Качественно То этот человек точно не подходит Не подходит Не подходит Ну, понятно, что это мы не только При приеме на работу можем учитывать Также в точности можем понимать Что за партнер в бизнесе, да С кем мы начинаем сотрудничать В этом плане Такого своего рода адреналинщика Да, он адреналинщик Он не будет вдумываться То есть, значит, в нашем сообществе Партнеров должен быть точно человек Который будет вдумчиво Детально прочитывать все документы Этот человек не будет этим заниматься Нужен обязательно кто-то еще Вот Соответственно, если вот Ну, про эти фотографии так говорить Дальше на что Ну, возможно, я бы обратила внимание Это На то, когда, знаете Начинаешь знакомиться с человеком Обращаешь внимание Что страница практически пустая То есть, мало того, что То есть, там были какие-то ромашки там Нет, например, одна фотография И какой-то один репост Все И больше страницы ничего нет Да, кстати, сталкивалась Встречалась Здесь можно предположить Что человек скрытый С одной стороны Но с другой стороны Можно также учесть Что, возможно, либо он Недавно завел страницу Для того, чтобы кого-то тоже посмотреть Как вариант Ему просто этим заниматься неинтересно У него, может быть, есть приоритеты в жизни Настолько Более важные, чем вот Ведение страницы в соцсетях То есть, мы не можем здесь однозначно Сказать про этого человека Что вот он действительно скрытый Но если эта страница открыта давно И видно, что он заходит на эту страницу Ну, то есть, там же можно это отследить А все время одна Всего одна фотография И один репост Это точно человек скрытый Значит, ему есть точно что скрывать И он не любит быть в центре внимания Он скорее наблюдатель Он любит анализировать Он же заходит зачем-то на свою страницу Он же там получает свою порцию информации Да Ну, ему не нужна порция внимания Абсолютно И мало того, что не нужна Он еще и стремится к тому, чтобы скрыть ее Чтобы этого не было Да, то есть, человек, который Мы их называем людей таких интровертами Да, это вот как раз таки люди вдумчивые Они будут детально относиться Ко всему, что делают И прежде чем что-то сделать Они взвесят все за и против Вот как раз, если нужен такой сотрудник Это вот с таких страниц Это получаются такие сотрудники отличные Вдумчивые, усидчивые Хорошо, а вы знаете, вот бывает такое Что, например, там снимки на фоне каких-то там спорткаров Там, может быть, какие-то там успешные Вот там, сзади меня, там огромный лайнер Там теплоход Это вот про что? Ну, давайте бы вам говорить Особенно, если эти фотографии на фоне Не своих спорткаров Не своих теплоходов Не своих яхт Не своих самолетов Это люди чаще всего характери... Ну, если с точки зрения психологии, опять же, смотреть Да, это люди с низкой самооценкой У них есть точно такой хороший комплекс Собственной неполноценности И таким образом они, можно сказать, пускают пыль в глаза То есть они создают впечатление для малознакомых людей Что я вот такой Я вот такой успешный То есть они показывают то, чего у них нет на самом деле То есть то, что у них есть на самом деле Они этого почему-то стыдятся, стесняются И у них достаточно серьезный комплекс неполноценности Таких сотрудников хорошо брать на работу Где есть возможность построить карьерный рост Они будут очень стараться Потому что им это очень важно Потому что впереди Мерседес, да? Да, потому что впереди хоть что-то Хотя эти люди, вот эти работники Очень любят, можно я скажу такое слово Вляпываться в распространение каких-нибудь Ну, сетевой маркетинга Да, вот заниматься этим В надежде, да, что они очень быстро Сейчас что-то заработают Что-то какой-то миллион получат Им уже все время это обещают Они любят какие-то вот такие аферы Непроверенные То есть люди Не проверяют информацию Только потому, что очень хотят быстрых денег Быстрого статуса Ну или еще, я всегда говорю Верящие в чудеса Да, с таким магическим мышлением Такие люди с точки зрения психологии Характеризуются Я не хочу сейчас никого обидеть Есть такое понятие инфантилизм Это как инфантильная личность Которая больше ориентируется на внешние какие-то моменты Что вот сейчас каким-то чудом у меня это появится Нежели на свои какие-то возможности И на свои способности Они вообще в себя не верят Они больше верят в то, что вот я сейчас покажусь вот таким И все будут думать, что я такой И, наверное, я таким, наверное, когда-нибудь стану Ну еще же есть такая очень распространенная методика Которую сейчас, кстати, и мы, психологи, этим грешим Периодически Что вот вы У вас же есть карта желания Визуализируйте Визуализация А где же я? Вот я вот вижу ягуар Что же мне около него не сфотографироваться? Может, я всю жизнь мечтаю об этом? Да, визуализация с точки зрения, опять же, психологии Выглядит несколько иначе И составляется несколько иначе Ну вот, да, человек читает, слышит, видит И думает, ну, наверное, сейчас надо выложить это все у себя На стену, на странице в соцсетях И скорее это произойдет Хотя подсознательно Скорее все-таки показать Все-таки соцсети Это открытая площадка Куда любой может зайти И посмотреть Посмотреть Порыться там в твоей жизни Как-то, да, что-то поузнавать о тебе И это скорее такая демонстрация Ну, такая ложная демонстрация Себе то, чего нет Это, знаете, есть такая шутка Ходит в социальных сетях Когда жена узнала, что у мужа есть любовница Она открыла социальную сеть Посмотрела и увидела ее там Сидящую в Мерседесе Первое, что она сказала мужу Почему я езжу на такой машине А твоя любовница ездит на такой, да Но не факт, что она была как раз На своей собственной машине Да Вы знаете, сталкиваются такие Ну, я сама сталкивалась с такими фотографиями Думаю, что вы тоже не раз видели Когда, например, там девушка или мужчина На фотографии в социальных сетях Демонстрируют себя в полуобнаженном виде А это про что для нас? Давайте сразу исключим профессиональных моделей Они себе могут позволить все, да? Ну, во-первых, у них фотосессии Да, и у них портфолио собираться Именно с этой точки зрения Они себя таким образом продают Я модель, я хочу себя продать И все-таки вот это полуобнаженное тело Оно хорошо покупается Оно хорошо покупается Именно с точки зрения вот их бизнеса Да, их деятельности Если же человек не относится к профессиональной модели И выкладывает в себя топлес Это чаще всего Ну, вот если говорить с точки зрения Как девушки, так и мужчины Демонстрация, что я в активном поиске Да, это я активно ищу Себе партнера Себе партнера И чтобы человек о себе там не писал Если он выкладывает такую фотографию Это однозначно считывается именно таким образом То есть, своего рода крик души Да, ну, то есть, это крик души И прямо вот четко привлечь к себе внимание Именно к своей, ну, можно сказать, такой Телесной оболочке Телесной оболочке Такой сексуальной открытости Можно так сказать И... Тут надо быть очень осторожным Особенно девушкам, которые, например, Хотят к себе того партнера пригласить Здесь нужно быть аккуратными Но здесь смотрите, какой момент Это еще признак не просто Я активно ищу Это еще признак самолюбования Самолюбования Это... Насколько я хорош Это такой признак Можно я скажу эгоцентризма То, что принято называть нарциссизм Но я не скажу, что это прямо такой Прямо нарциссизм В чистом виде В чистом виде, да Но это да, это склонность к этому Что когда человек все-таки Себя противопоставляет другим И занимается... То есть ориентация на любование И на внешние признаки Идут только в большей степени на себя Бывает, конечно, даже ко мне обращались С разных организаций Когда говорили, что вот знаете Вот мы хотим взять сотрудника к себе Сотрудник будет заниматься Работать в бухгалтерии Все замечательно Ну, начинаем просматривать там Страницы в соцсетях А человек там выложили Выложили фотографии только на пляже И только вот топлес И мы не знаем, что при этом подумать Ну, здесь, конечно, просто говоришь Это не исключает то, что он, наверное Хороший специалист И, скорее всего, да В бухгалтерии Да, знает Бог учет отлично Там на пять с плюсом Тем не менее, человек действительно Находится в активном поиске Это раз И он больше ориентирован на себя Чем на окружающих Это два Ему будет важнее Всегда ориентироваться На собственный комфорт Чем на комфорт окружающих Поэтому, если вы берете сотрудника Который будет работать с клиентами Ну, не очень такой, скажем Будет хороший опыт Потому что ему всегда будет важно Как он себя чувствует А не как чувствует себя клиент Он точно не клиент-ориентированный Этот человек Если же вам важно Что человек занимается Вот он сидит сам с собой Выполняет только свою работу Этот же бухгалтер, мне кажется Вполне может Пожалуйста Тебе позволит Когда он вне бухгалтерии Он может тебе оторваться Позволить по полной Да, пожалуйста Да, пожалуйста Это же тоже такая сейчас тенденция Дань моде Заниматься спортом Выкладывать свое красивое тело Я просто сейчас куда не посмотрю Да, везде вижу девушек Крутящихся около этого шеста Да, причем так красиво Уже на таком профессиональном уровне Хотя я понимаю Что вот это для себя Они это сделали Да, ну там может быть С какими-то другими мотивациями Хорошо, очень интересно Про фотографии Давайте перейдем к аватаркам Да То есть не всегда же мы готовы В аватарку поместить Свою собственную фотографию Да, это так С чем это связано? Чаще всего связано с тем Что человек Вот если говорить Что выкладывать не свою фотографию Это не значит Что человек скрытный Вот прям Не нужно сразу говорить О, человек что-то скрывает Выложил там не себя Там какого-нибудь там Лисичку там Или кошечку там Например, да Чаще всего человек хочет Таким образом подчеркнуть Те качества Которые вот присутствуют У этого животного И они ему нравятся Эти качества Например, там Ласковая, добрая кошечка Или там Хитрая, мудрая Лиса Змея Змея Лиса Да, вот что-то вот Об этом И так как Очень нравятся Эти вот Характериологические черты Человек выкладывает Фотографию животного Ориентируясь именно На эти черты То есть получается Что я как будто бы Присваиваю Транслирую миру Да, что Да, я вот такая Что да Мне нравятся эти черты Поэтому я буду их проявлять Это не говорит о том Что у меня других черт нет Но вот эти черты Настолько нравятся Что я на них ориентирован Я буду их проявлять И я вообще не буду На них ориентироваться Вообще не с другими людьми Просто это необходимо учитывать Потому что аватарка Это лицо страницы И мы пытаемся Через это лицо страницы Продемонстрировать именно то Что вот очень хотим Чтобы в нас это было И в нас это замечали Что вот в нас это есть Да, мы такие. А вот смотрите, а если, например, вообще бывает такое, заходишь на страничку, а там вообще нет фотографий. То есть не фотографий, а аватарки. А аватарки, да. Это вот тоже признак первых случаев. Это когда страницу недавно человек открыл, не успел выложить. Некогда было, да? Некогда. Редко занимается этим, то есть ему это неинтересно как вариант. Хотя если страница опять же существует очень давно, видно, что человек периодически выходит на свою страницу, да, там, видно, что он там бывает. Это как раз признак скрытности. Человек не готов демонстрировать себя, не готов показывать что-то о себе, вообще не готов. Это вот как раз вот эти интроверты, у которых есть замечательная черта личности, как усидчивость, думчивость. Вот то, что я говорила, да, когда человек выкладывает всего одну куню фотографию, да. Там есть одна фотография, и один там пост. Всё. Здесь примерно то же самое всё. Причём человек, если он часто выходит, да, он что-то анализирует, он смотрит, он, скорее всего, даже с кем-то переписывается в этой ситуации. Взаимодействует. Да, взаимодействует. Ему он больше ориентирован именно на внутренний такой мир и на вдумчивость. Это усидчивые такие сотрудники. Ещё один вид аватарки, тоже встречающийся часто, это герои мультиков всевозможных, да, там тот Дюймовочку, кто-то Карлсона видит, да. То есть тоже ведь как-то что-то подвигает человека. Это про что? Ну, вообще не нужно ждать от этих людей каких-то правдивых рассказов. Люди, которые ориентированы на мультяшных героев, это чаще всего люди, которые, ну, можно опять же скажу слово инфантильные, если какая инфантильная, потому что это больше присуще подросткам. Подростки хотят себя идентифицировать с каким-то мультяшным героем, ему нравятся поведенческие какие-то реакции, может, там, какие-то фразы, которые говорит этот мультяшный герой, да, там, как он там говорит какую-то одну фразу определённую, да. Они себя идентифицируют и выкладывают этого мультипликационного героя, им нравится. Да, ещё иногда бывает такое, что как раз вот про подростков, да, что, да, у меня кличка такая, да, там, Карлсона. Да, кличка, и я горжусь этой кличкой, я даже выкладываю этого мультяшного героя. Если же взрослые выкладывают мультяшных героев, это для меня тот как раз признак инфантилизма такой, ну, характерный, и это тоже идентификация, то есть я себя идентифицирую с дюймовочкой, я там себе идентифицирую, да, или вот эти вот сейчас аниме, вот эти японские мультфильмы, да, я себя идентифицирую вот с этими большими глазами, да, вот с этими вот хлопающими ресницами, да, это вот идёт оттуда. Нередко делают даже ещё, вот сейчас появилась такая мода, такой микс, то есть на лицо накладываются элементы какие-то из масок, да, масок, вот, это тоже про это, то есть, опять же, скрыть какую-то определённую черту и подчеркнуть именно то, что вот я хочу подчеркнуть вот при помощи этой маски, при помощи этих ушек. Да, например, а что вы хотите, я такая вся мимимишная. Да-да-да, да-да-да. Хорошо. А вот ещё бывает, знаете, открываешь страничку, да, а там прямо Алла Пугачёва на тебя смотрит, да, или там какая-нибудь там какая-нибудь ещё знаменитость, да, и ты думаешь, ну, это же так легко человек себя, себя звездой чувствует. Но главное здесь, да, не попасть под уголовную статью, что ты воспользовался чужой фотографией, сейчас это всё уже наказуемо, насколько я знаю. Чаще всего, ну, конечно, выкладывают, наверное, всё-таки не Алла Пугачёва, а каких-то там... Заграничных звёзд, да? Да, современных звёзд. Современных звёзд, это чаще, кстати, свойственно для молодёжи, наиболее распространённое вот это вот использовать фотографию звезды, это когда человек не просто идентифицирует себя с этой звездой, когда он показывает, что я в тренде, я люблю этого певца или там эту звезду. Даже поклонник. Я фанат этого там человека, да, конкретного героя, и буду общаться только с теми, кто, ну... Понимает. Да, кто меня понимает и придерживается этой же любви, вот этого же фанатизма относительно этой звезды. То есть практически человек выделяет себя в очень такую небольшую социальную группу, что, да, я вот приверженец вот этой группы, например, да, какой-то там рок-группы, и, ну, готов общаться, если вы вообще знаете, кто это. Если вы не знаете, я не готов с вами общаться, вообще вы кто такие. Примерно так противопоставляет себя. Иногда есть, ну, такая тенденция, когда у нас фотографируются, где-то там на улице встретились, звезды вместе сфотографировались и выкладывают в качестве аватарки, показывая лицо. Это, конечно, ну, такая дань пафосная. Это пафос. Это пафосность подчеркнуть, что не все же поймут, что я его на улице поймал. Подошел, скажем, можно сфотографироваться, да, и там... А может быть, он у меня на дне рождения заступал. Да-да-да, это вот как раз такая, ну, приверженность к определенному статусу людей. И человек пытается просто себя приравнять к этому статусу. Здесь есть небольшой такой момент, что человека тоже не до конца... Тема самооценочки, да? Да, с темой самооценки, можно тут говорить, самооценка не до конца утверждается, он не до конца самоутвердился, ему важно вот эти вот фотографии выкладывать для того, чтобы показать какой-то, ну, повысить себе статус, повысить свой уровень какой-то вот таким образом. Мы сейчас говорим про аватарку. Если просто в фотографиях эти фотографии, да, да, человек выкладывает просто, показать, что... Ну, это вот как раз из тех людей, которые... Смотрите, какая у меня жизнь богата. Да, смотри, какая жизнь интересная у меня, да? А мы-то говорим сейчас про аватарку. Аватар — это как лицо страницы. Да, главная страница. Да, главная страница, на которую в первую очередь смотришь и понимаешь, что человек себя демонстрирует таким образом. Хорошо. Вот еще такие картинки возьму, например, открываешь, да, там такой вот злодей какой-нибудь, да, изображен. И думаешь, ну, да ладно. Я вроде знаю, хороший доктор. А там какой-нибудь злодей-злодей, злодейская картинка. Можно я отмотаю немножко еще назад, скажу вот про эти фотографии, когда вместе фотографируются с кем-то. Здесь люди еще очень часто, если говорить с точки зрения психологии, это люди, которые не могут себя сами презентовать, не могут себя преподнести сами. И у них часто очень, если вот с ними вообще не начинаешь, понимая, что вот у него такая аватарка, начинаешь с ним общаться, что он любит перекладывать вину на других. Потому что вот он не готов принять, ну, не может сам себя презентовать, ему легче вот от себя ответственность всяческую отгрести. И я никогда не бываю виноват в этот момент. Это вот, ну, с точки зрения психологии, если говорить. Что касается злодеев, это вообще признак не просто замкнутых людей, это признак того, что человек находится в каком-то критическом состоянии. Даже так, да? Он попал в какое-то критическое состояние, он замкнулся в этом состоянии. Чаще всего это признак одиночества. Я видела очень много таких фотографий у людей в качестве аватар на страницах в соцсетях, которые не имеют друзей. Они выкладывают такие страницы практически сами, да, отторгаясь от этого мира, что вообще не трогайте меня, меня все бесите. Вот это примерно про это. И это, ну, практически такая маска для него. То есть он не показывает свою уязвимость, не показывает свою слабость, не показывает своё вот это одиночество, вот прячась за эту маску. Не трогайте меня, ёжик. То есть, да, я демонстрирую миру, что я не готов вообще взаимодействовать с ним, да? Да, да, да. И, да, это люди, ну, если дальше, когда с ним начинаешь общаться, немножечко так в сторону отойдём, приверженцы, они любят очень фильмы ужасов смотреть, да, с какими-нибудь там вот с такими наклонностями. Это не значит, что человек вырастет там с миниакальной тенденцией. Это вот как раз-таки признак того, что у него очень сильно, он находится в состоянии одиночества, и он таким образом компенсирует, чувствует себя очень уязвимым, очень слабо у него развиты коммуникативные способности общаться с другими, находить общий язык. И он сразу демонстрирует, что, ну, вот не надо меня трогать, и вообще я не готов с вами общаться. Это не вы со мной не общаетесь, это я с вами не общаюсь. Вот ещё успеем рассказать, да, вот есть, знаете, такие прямо эксклюзивные, да, аватарочки, то есть сделанные своими собственными руками, прямо чувствуется, что там владелец этой страницы вкладывался по полной программе, да? Что это? Про что это? Ну, это нестандартные люди. Это чаще всего творческие люди, которые любят именно эксклюзив, любят именно что-то очень необычное. Они выкладывают эту фотографию в качестве аватар практически как торговую марку. А, вот и на что. Я не такой, как все, я вообще другой. Я эксклюзивный. Хотя эти люди, они, во-первых, они очень умны. Они любят спорить, они идут легко на общение, но выбирают в своём общении, они любят умных людей. И, ну, будут так прямо вот общаться исключительно с умными, да, которых они определяют для себя умными. Есть о чём поговорить. Да. И в любом случае, если кто-то начинает их оспаривать, ну, то есть говорит, нет, ты не прав, они легко обидчивы, достаточно обидчивы, но быстро отходчивы. И при этом упрямы, вот в жизни они упрямы. Кстати, из таких людей очень хорошие, не просто креативщики, не просто там творческие люди, очень хорошие предприниматели. Получаются, да? Получаются они, потому что находят свой нестандартный путь развития бизнеса. И чаще всего это бывает. Нестандартный бизнес, который приносит очень большие дивиденды, они не особо общительны, у них очень небольшой круг людей, которые по интересам, которые умные, образованные, но они знают себе цену. Поэтому друзья обычно знают, ну, лучше его не обижать. Лена, и вот смотрите, и у вас, и у меня есть аватарка, да, в социальных сетях, где наши реальные лица. Да. Это для чего? Почему? Да, и что это, например, для работодателя, который нанимает себе сотрудника? Ну, я сейчас просто подчеркну, я-то ведь знала, да, что выкладывать. Я-то понимала, какие черты я хочу просто продемонстрировать. А вообще, когда человек выкладывает реальное лицо, кстати, не всегда у меня было реальное лицо, я скажу, открою секрет. Периоды были разные, да? Были периоды, когда у меня там был один глаз. Вот. Это человек, который готов заявить о себе, который открыт, который... Ему нечего скрывать. Он показывает окружающему миру, что он готов пойти на контакт, он готов сотрудничать, он готов вести переговоры, он самодостаточен, то есть у него нет каких-то комплексов по поводу себя лично. И есть там еще одна особенность. Тут надо еще смотреть, какие жесты демонстрирует человек. На фотографии. Насколько его видно в полный рост, это тоже необходимо все учитывать. Мы продолжаем программу практической психологии. В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Напротив меня Елена Шарова, психотерапевт, бизнес-тренер. И мы сегодня говорим о том, что же могут рассказать о человеке и его страничке в социальных сетях. Мы остановились на реальных лицах. И так, там, наверное, еще кроме лиц есть позы определенные. Да, конечно. Здесь необходимо обязательно учитывать, то есть человек сфотографирован, какая у него мимика, какие эмоции он проявляет на этой фотографии, какая поза закрыта и открыта. Ну, то есть, естественно, все это учитывается. И просто хочу подчеркнуть, что если человек сидит в анфас, абсолютно открыт, улыбается, это человек, который демонстрирует, что мне скрывать нечего, я абсолютно открыт. И в жизни это люди, которые обычно говорят то, что думают. То есть, они не будут кривить душой. Я ценю это качество в человеке. Многие ценят это качество, но сейчас многие узнают и будут демонстрировать это. Демонстрировать. Да, помним, что есть еще, помимо этого, дополнительные фотографии, есть еще ник, о котором мы поговорим, есть еще различные посты. То есть, когда мы анализируем, то мы анализируем всю информацию, полностью собираем ее. Конечно. Профайлинг теми характерен, что нельзя смотреть на что-то одно. Ой, какой милашка там, да, этот милашка оказывается. Пустый почитаешь, у этого милашки про какой-нибудь садизм один написан, например. Также мы смотрим, как человек размещен на фотографии. Если он размещен в полный рост, то есть его видно целиком на фотографии. Человек демонстрирует, что он уверен в своих возможностях, легко преодолевает различные трудности, их не боится. То есть, ну, тоже можно ориентироваться при выборе там партнера, при выборе сотрудников, если вам необходим там лидер, то есть можно это смотреть. Опять же вспоминаем, да, что передача сейчас выйдет. Статья уже вышла там в одном журнале, поэтому многие уже это знают. Поэтому все учитываем. Такая ценная информация, мы сегодня ее щедро вам дарим. Да. Используйте. Также смотрим, смотрите, не все фотографии говорят об открытости. Например, если фотография, вроде человек соображен сам, но, например, со спины, и видно только профиль лица, и то слегка. Да, такая, можно сказать, такая постановочная фотография. Характеризует человека, если он выбрал для аватарки именно эту фотографию, это характеризует человека с такой стороны, что он готов к сотрудничеству, но не со всеми. Так, выборочно, да? Да, он выборочно будет выбирать себе знакомства, выборочно будет искать себе партнеров, очень изобретателен в своих знакомствах и достаточно скрытен. То есть не всю информацию будет о себе раскрывать сразу. Также, если говорить, опять же, про фотографии, где изображен на аватарке сам человек, если человек изображен в домашней обстановке. Сидит там в каком-нибудь халате, в трениках с вытянутыми коленками. Да, впереди тарелка чипсов. Да, да, да. Ну вот абсолютно домашняя обстановка, без всякой там, без мейкапа. Ну, абсолютно, да. Это как раз люди показывают, которые не ориентированы на мнение окружающих, они настолько самодостаточны, что им не важно мнение других. Ну вот прямо так. В качестве сотрудника это люди будут сложные для подчинения, потому что это люди ориентированы на себя. Да, да мне все равно. Да, мне все равно. Вы уволите, да увольняйте. Это люди настолько самодостаточные. Поэтому, если брать такого человека на какую-то очень лидирующую позицию, от которого ждешь, что он будет принимать решение сам. А вот у меня почему-то сразу же вы сейчас нарисовали такую картинку, а я почему-то подумала, что вот это такие пофигистые, что мне вот все равно. Я даже вообще, если завалю этот ваш проект, если я вообще ничего не сделаю, ну я же, понимаете, мой диван, мой телевизор и тарелка сейчас будут меня никуда не делаться. Вы сейчас говорите про инфантильных людей, которым все равно. Но они ведь тоже могут такую фотографию разместить? Ну, вряд ли. На аватарку нет. Ну, там скорее будет все в кудряшках. В кудряшках с розовой помадой. Да, там в костюме и с галстуком. Ну, что-то вот такое будет. Или там мультяшный герой. Вот. Мы-то сейчас говорим, ну понятно, что если человек выкладывает именно в домашней обстановке, там, например, они сидят там с друзьями, там, со столом. Или человек сидит, ну видно, что вот он... Какой был, такой... Какой был, сфотографировался. О, ну нормально, понравилась фотография, давай выставлю. Вроде нормально выгляжу. Вроде я. Вроде похож. Похож. А вот бывает наоборот, знаете, там, да, на фоне какого-то там дорогого интерьера. Вот. Вот. Это как раз про тех людей, которые могут заварить проект, то, что вы говорите. Очень дорогой интерьер. Все очень пафосно. Человек разодет. Я не знаю... С домным взглядом. С домным взглядом. В камеру. Такая постановочная фотография, но обязательно, чтобы интерьер... Причем мы сейчас говорим про тот интерьер, который есть в реальности. То есть не про те спорткары, когда мы шли мимо, увидели красивую машину, сфотографируй меня. А именно вот это, да, я так живу. Это чаще всего люди с завышенной самооценкой. Она у них... Ну, мы, психологи, понимаем, что психотерапевты, что она искусственно завышена. То есть вот за счет этого, за счет внешней вот этой вот атрибутики она завышена. По факту это люди не совсем уверены в себе и не совсем удовлетворены качеством своей жизни. То есть им в жизни чего-то не хватает. Да, вроде бы такая роскошь. Поградство там на заднем плане, да? А еще чего-то не хватает. Очень надеются, что жизнь может измениться в лучшую сторону каким-то волшебным образом. То есть это как раз люди, которые не прилагают особых усилий для того, чтобы это все было. То есть вот каким-то образом это появилась у меня, красивая обстановка, там, ну, благодаря, там... Маме, папе. Маме, папе, там, каким-то там... Прадедушкам. Мужу, например, там, да. И я начинаю это просто демонстрировать всем. И как раз вот здесь-то вот... Я до конца не уверена, что это я смогу удержать в своих руках. И это такое вот, да, тоже получается... Для работодателя это тоже такой звоночек, да? Это звоночек, что этот человек будет выполнять строго регламентированную работу от и до. Он не будет брать на себя лишнюю ответственность и уж точно не будет проявлять какую-то самостоятельность. А вы знаете, есть такие фотографии тоже, аватарки, да, например, ну, я их назвала представительские, да, там, вот я в кресле, я такой генеральный директор. Это с точки зрения психологии про что? Ну, это понятно, что человек ориентирован на карьеру, на высокие должности. Такие люди еще любят выкладывать фотографии с каким-нибудь там известным политиком, да. Президентом. Ну, это в лучшем случае. А может, сзади фотография. Да, там, портрет висит какой-нибудь. А здесь, если говорить с точки зрения психологии, люди не уверены в своем карьерном росте. Серьезно? Да, они на это ориентированы. И как раз-таки не до конца уверены в том, что они могут достичь какой-то высокого должностного позиции. Поэтому маломальский кабинетик появился, и человек сразу начинает демонстрировать, что все думали, что я тут большой босс. Нет, вот такое кресло. Да, такое кресло. Я с телефоном сижу, разговариваю. Лицо, причем, должно быть такое обязательно, такое прямо. Деловое. Деловое очень. И очень много фотографий этот человек начинает демонстрировать, потому что сам не уверен в том, что у него есть даже эти качества. Вот сегодня надо срочно просмотреть у своих знакомых фотографий. Столько информации, прямо в кладезь вы сегодня нам раскрыли. Еще есть аватарка селфи, да? Это знаете, когда вы... Ну, я бы еще хотела сказать про дурашливые. Так, давайте. Ну, немножко просто отошли, дурашливые фотографии. Их, кстати, не так много. Я вообще, как психотерапевт, всегда на них очень акцентирую внимание, потому что для психотерапевта это такой сразу звонок. Для работодателя тоже. Это признак того, что в жизни человек не испытывает много позитивных эмоций. То есть у него происходит какой-то негативизм, и это, кстати, может быть признаком депрессии человека. То есть вот прямо на фотографии я такая вся такая смешная. Я такая вся смешная, что-то такое смешное делаю на фотографии, а значит, афон, скорее всего, у меня другой, другой, я пытаюсь его скрыть. И в суицитологии точно это можно учитывать. Когда человек склонен к суицидам, чем дурашливые фотографии у него, чем больше он там смеется на этой фотографии, какой-то такой очень смешной позе, ну, там тоже, там точно есть какой-то фон. Мы сейчас говорим, опять же, я подчеркиваю, про аватарку. Про ту фотографию, которая главная на странице. Не надо говорить, что, ой, ну, у меня столько фотографий таких, ну, вы же ее выкладывайте на аватарку. То есть она не является доминирующей, да? Она не является доминирующей, сом-страницы. И еще хочу сделать упор, что 1 апреля тоже необходимо учитывать, что в 1 апреле любят такие фотографии укладывать. И можете позволить. Да, чисто эмоционально. Давайте поприкалываемся друг на другом, да? А если с 1 апреля осталась она на все остальные 365 дней, да? А если она длительное время находится, появилось там неопределенное время, и она до сих пор находится на странице, да, она как главная фотография, здесь необходимо вот этот момент учитывать. Учитывать, да? Очень много, да, аватарок селфи. То есть я вот прямо сейчас вот прямо сфотографировала. Ну, вообще, психотерапевты теперь вот эти съемки селфи, да, вообще приняли уже за заболевание своего рода, да, где только об этом не писали, а что только об этом не говорили, но тем не менее. Ну, как принято говорить, да, британские ученые доказали. Да, мне нравится эта формулировка. Ну, на самом деле есть... Британские ученые сами не знают об этом. На самом деле есть мнение некоторых специалистов, что есть даже болезнь, да, вот эти селфи, селфи-болезнь. Хотя с точки зрения психологии это точно человек хочет быть звездой. Он готов фотографировать себя там очень часто, на фоне там, сидя на одном стуле, но на фоне разных... С разных ракурсов. Да, с разных ракурсов. И много выкладывает именно селфи-фотографий в сеть. Для работодателя, вот если он смотрит, что... То есть человек любит быть в центре внимания, ориентирован на карьеру, ориентирован на достижение каких-то целей, то есть он не будет... То есть если он почувствует себя звездой в этом коллективе, то он реально может... Любит быть лидером, то есть это такие лидерские качества. Просто помните о том, что этот человек эгоцентрик, любит быть в центре внимания, тогда должность ему необходимо подбирать, ну и предлагать, чтобы человек понимал, что да, на него ориентируется, его мнение важно. Отлично. Если же у нас есть фотографии, где там есть друзья, тут рядышком еще там кто-то у тебя, да, и ты это помещаешь тоже на аватарке, и ты еще даже не можешь... Другой человек заходит на эту страничку и не может понять, а где ты тут на самом деле? Ну, есть просто друзья, давайте говорить просто друзья, то есть у человека, значит, ценность все-таки дружбы важна, и некоторых просто для некоторых важна ценность дружбы, а некоторые хотят подчеркнуть и показать, какие у меня друзья, и вообще кто у меня в друзьях, да, если это люди известные в городе, ну да, это очень важно показать, что вот видите, да, это мои друзья, и еще статус какой-нибудь написать, да, при этом, что люблю находиться с друзьями, там, что-нибудь типа этого, да, если же там находится, ну, например, человек противоположного пола, то есть я фотографируюсь с молодым человеком, или, ну, там, молодые люди выкладывают, давайте скажем, не молодые, там, стареющие мужчины выкладывают фотографию с молодожавой женщиной, нередко это подчеркивается, ну, с одной стороны, что ценность любовь для них важна, что люди, да, мы вот еще, мы еще можем, эгэгэй, да, мы еще можем, и ценность любви важна, и для меня важен тот человек, с которым я на фотографии, а может, я демонстрирую, да, а с другой стороны, это может быть демонстрация, не свободен, ну, да, что я не, это для женщины характерно, я не свободна, не приставайте ко мне, не пишите мне глупости, да, на личную страницу, а для противоположного, ну, сейчас скажем про мужчин, это подчеркивается иногда, посмотрите, кого я покорил, да, это как уровень достижения, то есть, у меня есть очередное достижение, то есть, это тоже необходимо, это вам, конечно, не спорка, да, это необходимо тоже, ну, просто учитывать, и когда человек берется на работу, ну, необходимо учитывать, что он все-таки склонен флиртовать с противоположным полом, если там женщина с мужчиной, она не будет флиртовать, если мужчина фотографируется и выкладывает на страницу с разными молодыми девушками, для него вообще флирт это главное, если женский коллектив, просто помните о том, что работы не будет, да, там будет, будет все время флирт, это будет все время, да, привлечение внимания, хохот, ну, анекдоты, это будет весело, но вот работа при этом остановится. Работодатель же чешет себе затылок, да, не нужны мне такие сотрудники. Ну, смотря, кем он будет работать. Хотя, да, на самом деле, может быть, на этом, в этом вся соль, да, если же у нас, например, фотография есть, где я там фотографируюсь со своим ребенком и выкладываю ее тоже в виде аватарки. Это что это? Это же я мать такая там, да, или как это звучит? Ну, здесь, да, ценность ребенка точно важна для человека, ценность ребенка, ценность семьи важна. Если очень много фотографий, где много детей, это вот для меня, это точно я ж мать. Я ж мать. Подчеркнуть вот это я ж мать, то есть человек настолько был ориентирован на ценность, вообще ориентирован на ценность быть мамой, быть... Состояться. Состояться как мама. быть хорошей мамой, да, и очень много фотографий таких выкладывается. Вот для работодателя-то о чем? Для работодателя-то о том, с точки зрения психологии, это что человек-то сам тоже нуждается в том, чтобы его принимали, ему как раз этого тепла не хватает. Любви? Любви. Любви. Ну, сейчас скажем, любви такой отеческой, такой вот, знаете, чтобы... Материнской. Материнской. Материнской, да, чтобы... То есть человек, опять же, уязвим, и он нуждается в поддержке, в поглаживаниях, похвале. А мне кажется, работодатель, когда смотрит на все это, он понимает, так, там будут дети, значит, там больничная, значит, там будут какие-то еще моменты такие. Это что? Если буквально воспринимать, то да. Если буквально. Если рассматривать с точки зрения психологии, необходимо понимать, что если мы берем этого сотрудника, сотрудник будет нуждаться в том, чтобы его хвалили, чтобы ему давали обратную связь в конце каждого дня, чтобы ему говорили, ты молодец, у тебя все получается. То есть человек нуждается в поглаживании. А смотрите, а если, например, открываете страницу, а там видите не реально детскую, ну, как бы, да, такую фотографию, а взятую откуда-то из интернета, ну, то есть не твоего ребенка там, да, вот прямо в аватарке детской фотографии какого-то там малыша, младенца. Это для нас про что с точки зрения... Ну, это чаще всего человек стремится просто вернуться в детство. То есть там мне так было хорошо. У меня там было очень хорошо. Это своего рода, ну, с точки зрения психологии, такой регресс в психологии. И то есть он в жизни, во взрослых, столкнулся с какими-то очень серьезными проблемами. Ему трудно себя позиционировать взрослым, ему легче играть по королю ребенка. Для, если работодателя говорить, то, ну, просто это необходимо учитывать, что человек находится пока в состоянии, вот, ну, детские праздники, наверное, он проведет. Проведет. Детские праздники. А что там будет дальше, да? Да, что... А если... Вы хотите дорасти? Работа предполагает какая-то взрослого ответственного отношения, тогда необходимо это тоже учитывать, что человек на сегодняшний день защищается от взрослой жизни, от разных ее проявлений. Вот смотрите, мы сегодня говорили про фотографию про аватарки, да, и, наверное, я вот предлагаю, так как у нас очень немного времени с вами осталось, да, я предлагаю перейти, наверное, пока от аватарок прямо к Нику, да, что у нас... А, ну, наверное, единственное, что хочется прямо какое-то подвести такое, да, если, например, человек очень часто меняет аватарки, да, прямо, знаете, вот бывает такое, да, под настроение там, да, сегодня я там зайка, завтра там я там вот этот там младенец, послезавтра я в кресле директорском своем там сижу, тут на спорткаре, там еще где-то, еще что-то. Это про что? Ну, это чаще всего тут надо смотреть, там, может быть, там сохраняется какая-то преемственность, да, то есть человек показывает, как жизнь у него идет, да, какие-то там, какие-то этапы жизни у него идут, вот посмотрите, сейчас вот это у меня там этап жизни, сейчас этот этап жизни, а если просто... или показывает свежее впечатление о себе, да, что жизнь идет, жизнь пьет ключом, а если аватарки просто меняются, вот, ну, по какому-то принципу непонятному, то есть нет вот этой, не отслеживается. Системы, да? Системы нет, то есть человек в жизни нестабилен, человек неудовлетворен сложившимся положениями, и он все время находится в каком-то поиске, поиске себя, могу сказать. Это такие импульсивные, чаще всего, да, бывают люди? Да, это люди импульсивные, люди с неустойчивой, ну, можно сказать, так, психикой, да, люди отчасти могут быть то агрессивными, то депрессивными, да, то есть они такие лоббильные, нестабильные. Итак, идем к Нику, да? Ведь очень много что зависит от того, что там, например, там Лиса Патрикеевна у тебя в Нике, там, или же написала свое имя и свою фамилию, или же написала там Машенька вместо там Марии, да, вот расскажите нам эти тонкости, нюансы. Ник, если идет уменьшительно ласкательный ник. Олечка, лапушка, там фамилия, да, добавлена, видела как-то ник Кексик, такой, да, там, Медвежонок. Чаще всего это как раз говорит об инфантильности его обладателя. Человек инфантилен, ориентирован, вот опять же, на детские вот эти проявления. То есть я где-то там задержался, да, немного, да? Задержался, и взрослый, не ждите от него взрослых поступков. Он все время вот такой вот сюси-пу-сюси. Кстати, такие люди хорошо работают с клиентами. Клиенты любят, когда с ними сюси-пу-сюси, они будут там... Нянчатся, да? Да, нянчатся, и они будут вот очень так нежно, ласково, уменьшительно-ласкательно, разговаривать. Из них очень хорошие секретари по телефону отвечают. Они все время будут в таком вот уменьшительно-ласкательном таком находиться в состоянии. Детские праздники, опять же, те же самые, да? Для них очень хорошо подходят. Работа с детьми. Вот они вот... Воспитатели. Воспитатели. Воспитатели все-таки ответственность есть. Да, да, да. Давайте говорить про помощников воспитателей. Хорошо. Помощники воспитателей. Вот. Ну, прямо так как-то хочется, чтобы дорос человек, да? Хочется, но... Потому что, представляете, например, это же Олечка-лапушка, например, да, а ей 56 лет. Да. Да. Ну, помню, что по телефону она будет говориться всеми ласково. Она будет ласково. И голосок у нее будет вот такой, даже 50 лет. Если вам нужно это, товарищи работодатели, берите. Пожалуйста. Если же ник добавлен, например, слово босс, королева, марго, это люди, ну, характерность такая, характерная черта, это надменность, противопоставляют себя окружающим, очень себя высоко ценят и очень любят спорить, даже с работодателем. То есть работодатель его берет, руководитель там что-то ждет, он будет спорить, отставить свою точку зрения и всегда считает себя немножко умнее остальных. Отлично. Хороший такой, да? Из них хорошие предприниматели потом, если они занимаются предпринимательской деятельностью, он так себя и противопоставляет, но он зато растет. У нас с вами осталось всего несколько минут, и мы, конечно же, анализируем обязательно посты, да, статусы, потом репосты, что человек берет к себе на страничку, да? И вот здесь может прямо такого что-то вот прямо самое-самое-самое вкусное. Ну, я бы хотела сказать здесь про то, что мы смотрим очень часто, когда человек ориентирован на достижение целей. Он такие посты будет выкладывать, да, там, например, там, мышление миллионера, там, вот это вот все какие-то, там, путь успеха. Бизнес-стратегий. Да, бизнес-стратегий и так далее, да. То есть человек ориентирован именно на достижение целей. Смотрим на чистоту изменений постов. Это, если они появляются очень-очень часто, человек чаще всего зависит. Он зависит от вообще своей социальности, вот этой, от своей страницы и настолько одинок, что он может общаться с людьми только благодаря вот этому. Ага, вот оно как. Для него вот это очень важно. Все, он все время там находится, вот живет в этой странице. А вообще, замечали на своем собственном опыте, что чем интереснее у тебя жизнь, тем у тебя меньше времени на то, чтобы ты выкладывала эти фотографии и информацию в социальных сетях, да? Да. И также замечала, что как только ты перестаешь выкладывать, тебя теряют, в том числе клиенты, и у них появляется тревога, все ли хорошо. Некоторые даже пишут, вы в Кирове, я замечала. Поэтому хотя бы там раз в день что-то выкладывать, для того, чтобы показать, что я жива и присутствую. Я здесь, да. У меня все стабильно. Да. Да. Отлично. Спасибо большое. Сегодня мы вместе с Еленой Шаровой говорили на тему, что может рассказать о человеке и его странице в социальных сетях. Лена, спасибо вам большое. Было очень интересно. И столько практики. До встречи. Практическая психология.